АПЛОДИСМЕНТЫ У нас с мужем было после завтрака шесть раз, да, после обеда еще шесть раз, после ужина еще восемь раз и уже перед смертью еще раз. Да, такой прикол. Ладно, на связи у меня люди. Давай, будь здорово. Пока. Следующий. Я здесь. Я, я. Вы ко мне пришли? Не знаю. Давайте карточку свою. Да не бойтесь, впервые врача. А? Давайте карточку. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, смелее. Стульчик, садитесь. На что жалуетесь? На мужчин. Чего? На мужчин. Понятно. Беспокоит вас что? Я же сказала. Мужчины. Да что говорить? Липнут, 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 липнут. 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 Я понимаю. Не женятся. Все странные, все. Одна я нормальная. Скажите, вы вообще по записи? Нет, я по памяти. Первый был нормальный. Дело шло к свадьбе. Так. Это была любовь с первого взгляда. Как он ко мне относился. Он меня боготворил. Боготворил? Боготворил. Это как интересно? Он не скрывал своих чувств. Как только меня увидел, сразу закричала. Господи! Матери Божья! Я за сердце схватился. Если бы не этот дурацкий инфаркт, дело бы кончилось свадьбой. А потом, как сглазили, доктор. Как сглазили. Понимаете? Все странные. Да? Да! Да! Одна я нормальная. Странно. Что вы этого не замечаете? А я сразу заметила. Еще после первого курса. Вы где-то учились? Нет! Нет! Ну, вы же сказали, с первого курса. Это что значит? Первого курса уколов. Уколов. Куда? Я не помню, куда целили. Попали в голову. И вот с того момента началось. Вот этот первый странный типчик в белом халате. Маньяк! Маньяк! Все в постель меня затащить пытался. Доктор, представляете? Ты? Не стеснялся соседей. Ух ты! По палате. Так и кричала. Женщина, слезьте с люстрой. Вернитесь в кровать. Вам лежать надо. Или вот недавно случай был. На пляж пришла. Так. Легла. Так. Солнечные ванны принимать. Не то, чтобы я там разделась. Нет. Зачем мне? Зачем? Нет. Мне не нужны эти проблемы. Нет. Я наборок все прикрыла. Только пристроилась. Чувствую. Кто-то стоит. Глаза открываю точно. Стоит мужик, глазами меня буравит. Угу. Я говорю, мужчина, как вам не стыдно? Как вам не стыдно? А он? Ничего, что вы, говорю мне, солнце загораживаете. Он говорит, а ничего, что вы мне снег разгребать мешаете? Все странные. Скажите, пожалуйста. Все странные. Неожиданно. Вы вообще трезвая? А что, у вас есть? Нет, я бросила. Бросила. После того случая, когда ко мне в квартиру маньяк ворвался. Ну, то есть как ворвался, дочер? Я его из ЖЭКа вызвала. Пришел. Якобы сантехник. Ха-ха-ха-ха. Сразу под раковину забился. А у меня в кухне, как назло, на столе бутылка шампанского, два бокала и свеча горит. Случайно чисто. Я думаю, сейчас начнется. Совпало. Так. Нервничаю, сижу нервничаю. Говорю, ну что вы, мужчина, там под раковиной делаете? Будто я не знаю, зачем пришли. Зачем? И на нервной почве я взяла бокальчик раз, бокальчик два. А пьянешь. Да. 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 Он воспользовался моим беспомощным состоянием и... Неужели? Да. Сбежал. Я на улицу выбежала. Я его, естественно, не нашла. Напротив, на скамейке. Какой-то дедок сидел, увидел меня тоже. Глазами вцепился. Это страшно. Смотрит на меня, побелел. Таблетки из рук повыпадали. Глаз от меня отвезти не может. Кошмар. Говорит. Не думал я, что ты сегодня за мной явишься. Еди. Я говорю, ЗАГС работает до восьми вечера, говорю. Опоздали. Доктор, я не знаю, что делать. Не знаю, доктор. Почему? Все странные, все. Все странные. Одна я нормальная. Может быть, к этому вернусь? К военному? А? Я его из армии жду. Он, когда узнал, что я его здесь дожидаюсь, на бессрочку оставься. Так. Я же не могу долго в девках ходить. Такой товар должен найти своего купца. Ну, знаете, мне такое ощущение, что с вашим товаром что-то не то. Доктор. Так. Помогите найти жениха по горячим следам. Ну, я не сыщик, я не ищейка, я не могу носом нюхать и искать по следам. Я стоматолог. Хорошо, доктор. Найдите его по следам его зубов. Он же меня недавно покусал. Когда я к нему целоваться полезла, я сразу почувствовал, что это любовь с первого взгляда. Посмотрите. Вот здесь вот прикус. Видите, здесь два верхних зуба. Я вставлю. Мне кажется, у него кариес. Я вставлю. А нижнего зуба нет. Нижнего зуба нет. Это я ему выбила. Когда он из моих объятий вырваться пытался. Доктор, чего вы на меня так смотрите? Почему вы на меня так смотрите? Все странные. Все. Одна я нормальная. Елена Воробей. Мой друг. Игорь Моменко. Игорь, у тебя анидот. Женщина заходит в аптеку. Аптекарь, слушаю вас. Мне нужен цианид. Ух ты, так сразу? Зачем вам цианид? Я хочу отравить своего мужа. Я не продам вам цианид. Она говорит, нет проблем. И сумочки достает. Фотографию дает аптекарю. На фотографии ее муж с аптекарем женой в кровати. А аптекарь реакция. Оба-на. Что ж вы не сказали, что вы по рецепту? Муж возвращается поздно ночью. Непонятно откуда. Жена ему где был? Бильярд играл. Три часа ночи. Шары плохо ложились в лузу. Быстро в кровать. Он ложится в кровать. Вдруг смска ему на мобильник. Он тихонечко берет телефон мобильный, идет в ванную, закрывается, читает. Это было потрясающе. Это чудо. Мне очень понравилось. Давай повторим это еще раз. Он отвечает. Мне тоже понравилось необычайно. Давай повторим это завтра. Довольно ложится в кровать. Жена ему. Где был? В музее. В ванной, естественно. Что делал? Руки мыл. Мобильник мой зачем брал? Спасибо.